Жители дома по улице Рос-82 теперь поднимаются на свои этажи на новом лифте. Его заменили благодаря ответственным сочинцам. Они исправно оплачивали квитанции за капитальный ремонт своего дома. Итог – новый лифт. И таких примеров в Сочи немало. В рамках программы капитального ремонта в 2019 году планируется заменить 68 лифтов. Из них уже 60 на сегодняшний день в работе находится. В 2018 году был заменен 21 лифт. То есть в этом году наращиваем темпы. Ежемесячная плата по квитанциям за капремонт в Сочи – 5 рублей 32 копейки за квадратный метр. Кстати, это один из самых низких тарифов по стране. Размер платы небольшой, а вот стоимость капремонта порой исчисляется сотнями тысяч рублей. Замена устаревших лифтов, счетчиков, инженерных сетей, ремонт крыши и фасада – на это и многое другое могут рассчитывать те дома, жители которых исправно делают взносы. На Красноармейской 10, например, уже начались работы по замене труб для холодной и горячей воды. На той же улице в 27-м доме работы уже завершены. Жители довольны, когда видят результат. Считают, платили не зря и будут продолжать пополнять фонд. Ведь работы в доме еще много. Заменили горячую и холодную воду. Коммуникации поменяли. Старую на новую. Конечно, необходимо было. Потому что, например, уже холодная вода там, она еле-еле держалась труба. Вся ржавая была. Но не все сочинцы так ответственно подходят к оплате обязательных платежей. По информации Краевого фонда капремонта, местные жители задолжали 461 миллион рублей. То есть, всего 62% горожан не стоят в рядах должников. Остальные рискуют даже лишиться своего имущества. В случае, если не погасят долги по квитанциям. Досудебные претензии, передача дела в суд, передача приставам для взимания задолженности, запрет выезда за границу Российской Федерации и, как крайняя мера, наложение ареста на имущество, в том числе на квартиру. На руках у судебных приставов уже есть 94 судебных решения на взыскание. 23 из них уже исполнены. Пока обошлось только арестом банковских карт. В фонде капремонта напомнили, что всегда готовы пойти навстречу должникам. Сочинцы могут оформить рассрочку или составить индивидуальный график платежей. В этом случае пени начислять не будут. Да и судебных приставов в гости ждать не придется. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Дмитрий Говорков, телекомпания «ФКТ».